Я могу сказать по наблюдениям, когда спрашивают, какие у тебя были симптомы. Я вам честно скажу. Во-первых, первая фраза, которая может сказать. Ты когда заболеешь, ты поймёшь, что ты заболел не гриппом, не ОРВИ, не простыл, не устал. Ты просто понимаешь, что с тобой что-то произошло такое, что ты никогда доселе не знал. Вот никогда. Я не могу это объяснить. Это совершенно другая симптоматика. Даже когда болят мышцы, они не болят так, как болят при гриппе. Он бьёт по тем местам, если у тебя есть травмы, если у тебя есть артриты, проблемы с костями, до дичайшей боли. У меня мой друг, близкий Марк Гарбер, написал в ведомствах на днях. Мы с ним на связи были с первого дня и параллельно болели. Но у него в тяжёлой форме был госпитализирован и лежал под вентиляцией. И у нас таких много. Просто мы достаточно все публичные. И в этой ситуации никто не хочет давать комментарий. И знаете, какая странная вещь. Ты не хочешь комментарий давать не потому, что ты не хочешь делиться, а потому, что обесценилось это всё. То есть у тебя хайпа нет. У тебя хочется выбраться из этого. Ты не знаешь, куда идти. Из-за этого есть паника. И люди болеют тяжело. То есть у нас тяжело болеют. Мои друзья, кто постарше, ребятам в 60-55, они очень тяжело болеют. И такое количество у нас, что когда мне звонят моя какая-то подружка, которая сидит где-то с морковкой у телевизора и спрашивает, ну как ты там, и вообще это правительство хочет мои деньги забрать. Вы знаете, хочется убить её. Потому что начинают кричать, что это всё придумано Путиным. А я с другой стороны бригады. И мои друзья с другой стороны бригады. И там вчера у нас товарища увезли, которым под 70 лапина. Мы-то знаем эту историю. И я переживаю такие симптомы, которые бы я вообще никому не пожила. Даже врагу. Потому что ценности меняются. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в Ютубе. Сейчас я поставлю вам запись. Это очень важная запись. Дело в том, что сегодня утром, прямо вот сегодня, в момент записи нынешней, я провёл консультацию по скайпу с моей одной старой клиенткой. Она уже у меня брала консультацию по поводу серьёзных проблем в прошлом. Сейчас неважно, не будем об этом. А вот сейчас как раз о коронавирусе. И дело в том, что... Суть в чём? Сейчас я вам поясню. Вот почему я решил сделать эту запись. Дело в том, что мне многие пишут такого рода письма, что всё это ерунда, фейк, никакого коронавируса нет, это обычная простуда. Либо пишут, это вот есть хорошо, пусть есть, но на самом деле раздувают из мухи слона. Так вот, что я хочу сказать. Давайте так, по порядку. Слушайте только меня внимательно. И ещё. Мне многие писали такого рода письма. А вы лично видели больных коронавирусом и так далее? Ну, я в больнице не работаю, разумеется. Я лично не видел. Но я знаю от многих знакомых и так далее. Ну, хорошо. Это через вторые и третьи руки. А теперь давайте так. Поскольку это первые руки, поскольку эта информация была конфиденциальная, но мне разрешила, зовут её Мария, Мария мне разрешила эту запись, часть записи, разумеется, опубликовать, где речь идёт непосредственно о сути проблемы. Что же она мне рассказала? Вот слушайте внимательно, и вы поймёте, насколько важно это послушать. Женщина переживает, безусловно, потому что она приехала, давайте историю расскажу, из Лондона. 21 числа марта прилетела со своей дочерью, 13 лет. Через три дня симптомы классические, вот симптомы коронавируса, она вызывает врачей, берут тесты. Кстати, уже в 11 дня этого дня, то есть утром за несколько часов были результаты. Это к тем людям, которые говорят, что вот до 7 суток. Не знаю, может быть где-то, не будем спорить, да, может быть где-то до 7 суток делаются тесты. Вот в данном случае, хотя на обычных врачей вызвало никаких не специальных, не элитных, тем не менее, в 11, а к вечеру уже брали ещё один тест, потому что дочке был положительный, то есть подтвердили коронавирус с COVID-19, у неё нет. Ну, дальше, тем не менее, симптомы насморк, горло, першение, вот всё классический вариант, да. Те температура, то зноб, то слабость, холодные страшные, холодные руки, ноги. И, кстати, вот что она описывала, никогда человек не спутает, вот она говорит, когда меня спрашивают, как это, просто полностью, вот знаете, ощущение, которого никогда в жизни не было, никогда. То есть специфически, ни с чем не спутать. Те болезни, которые были, или какие-то недомогания, обостряются многократно. Ноги болели, например, вот прямо начинают. Это она ещё знает почему. Не по своему только опыту, не по опыту дочери своей, а огромное количество знакомых её было заражено, и сейчас даже она кого-то заразила, прилетела. Она говорит, открыто не скрывая, не зная, естественно, сейчас на самоизоляции сидит, безусловно. Прошло три недели. Три недели, что важно. Первое. До сих пор то температура низкая, то нет, то опять температура. Второе. Значит, вот она говорит, ошибки, те, которые люди совершают сразу надо, если какие-то симптомы вот характерные, ну, как она сейчас делает КТ. Почему? У неё не обнаружили. Четыре теста делали. Вот тоже говоря, хорошие тесты, нехорошие. Либо вирус так маскируется. Четыре раза ей ничего не показало у неё. Но она решила сделать КТ. Хорошо, что сделала через буквально несколько дней. И вот было показано матовое просто стекло в верхних долях лёгких, и ещё бы немного, и, может быть, пришлось бы на аппарат искусственной вентиляции лёгких. Да, там назначили лечение, да, она проходит. Теперь такой момент. Значит, эта женщина, ну, состоятельная из определённых кругов людей, которые, так сказать, ну, вот среди, скажем, обеспеченных, очень обеспеченных, известных людей. Она говорит, 55-60 лет, 65 повально, поголовно из её круга, выкашивает сейчас вирус, диагнозы ставят, лечатся, лежат, переосмыслили многие, многие вопросы жизни и бытия. И она лично тоже, очень многие вопросы. Страх реальный, вот страх, которого не было в жизни у многих из них. То есть, другое состояние, изменённое. Не как болели раньше гриппом, там ангины, ОРЗ, ОРВИ, совершенно другие состояния. Некоторые в очень тяжёлых состояниях лежат. Лечение помогает, а потом вроде бы не помогает. Мы подискутировали на эту тему, послушайте, конечно, там больше часа вырежем. Но самое главное, коронавирус, конечно же, есть. Да, мы сейчас не будем говорить о том, о чём я уже говорил в своих других лекциях по коронавирусу, что могут его использовать, и его используют в определённых целях в разных странах мира. Но то, что этот вирус, эпидемия и последствия есть, а главное, последствия не самого вируса, а бактериальные пневмонии, грибковые поражения, вот что главное, и вот что самое страшное. Отчего люди умирают не от вируса самого. От грибковых и бактериальных поражений различных. Это стафилококки, снигнойные палочки. Это под вопросом, может быть, синтия бактерий, о которой тоже видеоролик у меня был. Под вопросом, потому что я этого не знаю. Но то, что она мне рассказала, то, что вот в её кругах общения очень многие заражаются. Особенно возраста, так сказать, 50+, но дети тоже, правда, легче переносят. Итак, слушайте данную скайп-запись. Может быть, качество будет не очень. Ну, тут уж извините, какая есть связь. Мы прилетели из Лондона. С дочкой я прилетела, ей 13 лет. И мы зацепили вирус. Зацепили вирус, дочка зацепила первая. Началось просто с недомогания температуры. Через 2 дня у меня начались те же симптомы. Мы вызвали врачей, сдали анализы. У дочки сразу показал COVID-19. У меня был первый тест отрицательный. У меня, собственно говоря, все время было отрицательное. Все 4 теста отрицательные. При этом симптоматика нарастала. Скажите, как давно это было, прилетели? Когда вы? Мы прилетели 21-го числа. 24-го она заболела, 26-го я. В Москву, да, прилетели? Да. Это те самые классические были симптомы, поэтому обратились, да, к врачам? У меня ребенок после ветрянки был, видимо, сниженный иммунитет у нее. И она просто сначала себя плохо почувствовала. Я, честно говоря, даже сначала не поняла. Ну, все, наверное, не понимали вначале. А тесты, как быстро результаты пришли? Сразу же. Прям с 24-го ночи нам уже позвонила скорая и попросила повторный тест. Они прям работают. Если подтверждается, прям... То есть было оперативно все, да, действительно? Вообще, ну, вот мы сдали утром, а в 11-й у нас уже был подтвержденный тест. Понятно. Ну, что ж, ясно. Это 24-го было марта, да? Да. Все ясно. Так, и как сейчас проходит обстановка лечения, что сейчас? Ну, вы знаете, очень странный этот вирус, потому что он волнами, он то накатывает, как будто захватывает себя. И ты очень обессилен, температура 37, 37, 1, 37, 2. А у тебя чуть-чуть... Это у меня был там насморк, как будто бы горло першит. А потом он раз и уходит, как будто ты выздоровел. Это вот уже сейчас, я уже привыкла к этому, а поначалу, ты сначала никак не можешь понять. Такое ощущение, что, вы знаете, вообще здоровый человек, то есть, прям энергия, спорта хочет заниматься. То есть, есть очень сильно хочется. А потом бабаху он как бы накрывает волной, такой прям убийственной. И ты... Слабость. Слабость дичайшая. А злоб, ледяные-ледяные ноги, ледяные-ледяные руки. Но ты мерзнешь очень сильно, и потом поднимается температура. И это уже классика, уже на протяжении... Сейчас уже у нас пошла какая-то третья. Третья. У меня был, оказывается, перелом. На пятый-шестой день стало совсем-совсем плохо. Начались боли в груди. Подкашливать я начала. Я начала терапию. У меня есть такой доктор. Мы у него купили тамерит. Тамерит. Такое лекарство иммуномодулирующее. А, еще, знаете, я прям накануне, вот в Англии, после разговора с вами, я купила себе курс паразитарный. Тортовики, лисичка, вот это все я пропила с огневкой. Я на сыроедении. И, в принципе, мне так все хорошо прошло. Когда я пила вот ваш комплекс, у меня там поташина была, я диарея была как-то. Я себя как-то не очень хорошо чувствовала. Потом раз, и все наладилось. Мне очень было, было очень комфортно. Я все хотела написать вам. Большое благодарю. И взяла дочке этот же комплекс. Она мне сейчас его заканчивает. Хотя мы его с разрывами, потому что не всегда хорошо чувствовали себя. И на пятый, шестой день у меня поднялся кашель. Три дня каких-то адких было. Я их сейчас уже даже не могу вспомнить. Честно говоря, в каком-то странном состоянии находишься. Во-первых, панического ужаса, потому что задыхаешься. Ночью какой-то кошмар. Я поехала на КТ. Но я не сразу поехала на КТ. Это вот, наверное, ошибка людей. Надо сразу ехать на КТ. Но мне просто повезло, потому что я приехала на КТ. И у меня было матовое стекло в верхней части доли легких. С самого верха. То есть это было начало. И каким-то образом то ли тамирид помог, то ли вся концепция питания. Я там чуть-чуть поголодала. Я не пошло дальше. Но как врачи сказали, просто повезло. По идее он бы за три дня уже сожрал легкие. Он очень быстро ест. А тесты не показали у вас? Мне не показали тесты. Мне не показали четыре раза тесты. Но врачи, тем не менее, несмотря на то, что тесты не показали, когда сделали КТ и прочие обследования, они поняли и сказали, что это коронавирус? Да, да, да. Они сказали, что, ну, скорее всего, у вас первый тест взяли. Начальная стадия была. А второй тест мы у вас взяли. У вас уже угасание началось. Трестки мы сейчас взяли, чтобы подтвердить. И я сейчас еще, ну, когда ездила на КТ через неделю, я просто сделала еще один. Мне просто даже интересно, потому что организм, он, во-первых, у меня боли были очень сильные в груди. И он, герпес везде выскочил. Иорея. Врачи так сильно напугали, что дали антибиотик. Я выпила одну таблетку, а потом не захотела пить антибиотик. Я не знаю, правильно я сделала или нет. Мне кажется, я понимаю, что одной таблеткой уже я нарушила как-то микрофлору. Ну, да. Наверное, это лучше, чем три дня топить. Ну, понимаете ли, здесь вот в чем опасность у COVID-19. Ведь сейчас он как бы приоткрывает дверь, а потом бактерии и грибки. А вот что именно является осложнениями, причиной смерти у людей, кто умирает, это именно бактериальная пневмония. То есть бактерии и грибки, как я рассказывал подробно в третьей части своей видео о коронавирусе. Знаете, я ничего не слушала, потому что очень страшно получить какую-то информацию, которая пугает тебя. А когда это с легкими связано, я сначала начала вас слушать. Потом психика просто она не дает, потому что я боюсь услышать чего-то, что очень страшно, потому что ночью ты задыхаешься или тебе очень плохо. И все эти мысли тебя сопровождают, он еще психосоматически, он бьет по психике очень сильно. Вы знаете, я это понимаю, но я даю там в конце всегда меры. То есть я объясняю меры. Это вообще важно посмотреть, во-первых, чтобы знать и не пропустить тот самый сигнал, который организм посылает, чтобы вы понимали, что это такое, чтобы срочные меры принять. Во-вторых, все-таки у вас прошло уже много времени, и вряд ли будут такие серьезные проблемы. Однако, я объяснял, в третьей части четыре этапа заражения. И именно вот это важно понять, потому что как раз в третьей и четвертой, ну там уже действительно остановка, там дышать невозможно, то есть не хватает воздуха. И вот это вот показания к срочной госпитализации кладут на аппарат искусственной вентиляции, потому что иначе человек не выдержит, это вот важно очень не пропустить. А лучше раньше вот именно. А антибиотики это, конечно, не только противовирусные антибиотики и противогрибковые средства. Комплексные врачи, как правило, назначают, чтобы... Я вообще про это рассказывал в третьей своей части. Вы посмотрите, я прям там даже называл препараты. Третья неделя, и у нас с волнами температура продолжается. То есть мы день сердцем хорошо, у нас очень температура. Или даже было два дня хорошо все чувствовали, казалось же, все уже выздоровели. Но опять поднимается температура, и у меня, и у нее. У нее больше, кроме температуры, ничего нету, ни кашля, ни насморка, ничего, только температура. Дело в том, что ко мне заехал брат, когда мы прилетали до аэропорта, и он тоже зацепил от нас, и вся его семья тоже. Они тоже сейчас болеют? Да, мы все вместе, и подруга, которую нас случайно встретили, тоже заболела, и тоже лежит. Да, мы все заболели. Так, я все понял. Обязательно третью часть посмотреть, коронавирус, третья часть, мое видео, потому что вы просто знать симптоматику точную, знать стадии поражения, и что делать, какие-то, от ведущих информации вирусологов-академиков, там действительно есть препараты, понимая, что это за проблема, она бактериального вторичного поражения грибкового. Самое страшное, я надеюсь, не пропустить. Ну, в общем, да, потому что обычно 10 дней, инкубационный цикл, 9, начинаются вот эти, и буквально в течение 5 дней, это прям максимум, если развивается вот эта страшная ситуация, она, как правило, вот на 14-15 день, да, то есть, а вы так сильно это прошли, то есть, в принципе, питание относительно, другие меры, они всё-таки сказались здесь положить. Я уверена, что вот даже 3 дня гол, ну, я первые 3 дня на зелёных коктейлях была. У нас же сейчас много в обществе заболело, то есть, ну, в моём очень много, это те, кто там слышит, прилетели, то есть, те, кто там ещё откуда-то прилетели, и вот когда мы там разговариваем с тем, кто как болеет, да, и когда говорят про 19-летних, 20-летних, знаете, что, вот я могу точно сказать, у меня у многих там есть дети, подростки, это дети, которые там пьют, выпивают, угрожают наркотики, то есть, ведут не очень правильный образ жизни. Вот все те, кто ведут более-менее правильный образ жизни, они все легче болеют. Абсолютно, да. И плюс ко всему, что я ещё на эту тему хочу сказать, вот знаете, вот абсолютно верно, дело в том, что я ведь и говорю, вот вы третью часть посмотрите, прям непременно, прям сейчас начните, вот вы поймёте, что та проблема в чём, вирус он сам не убивает, а вот уже осложнения, вот эти бактериальные, грибковые, на фоне ослабления иммунитета, которые сделал вирус, вот эти осложнения и убивают людей. А если у них, совершенно верно, тяжёлые какие-то заболевания, например, бронхолёгочные, астмы там, да, ну у кого-то, там и другие, так сказать, хронические серьёзные заболевания, ослаблен иммунитет там и так далее, вот тут-то как раз это как катализатор. И естественно, если человек курит, пьёт, если всякая химия, синтетическая пища с красителями, со всеми делами, это, естественно, всё усиливает. Поэтому там уже дальше лотерея начинается. Потому что, смотрите, мы прилетели, с нами летела няня, моя помощница, они не заболели. Водитель не заболел. Одна подруга, с Кузнецом, у меня встретились с подругой, у меня были отрицательные тесты, мы очень, ну там, через пять дней встретились с друзьями. Это была колоссальная ошибка, но на фоне того, что у нас отрицательные тесты, мы были счастливы. И вот заболел брат всей семьёй, заболела подруга, сын её не заболел. И другая подруга с детьми не заболела. То есть, она одна с нами виделась. Знаете, вот это лотерея, я даже не могу понять, как они стреляют. Ну, я так скажу, они могут переносить просто в латентной форме, да, то есть быть как ходячими инкубаторами. Но они кого-то могут заразить в свою очередь. Вот чем опасно. Вот почему говорят карантин. Вы знаете, что карантин вообще существует не для того, чтобы в обществе не распространялась болезнь. Совсем нет. То есть, это в идеале. Но просто такой карантин создать можно было только, ну вот как, я не знаю, там, в условиях, не знаю, в 30-40-х годах. Сейчас это невозможно. Так вот, а карантин нужно, чтобы растянуть болезни в обществе. Пандемию растянуть, чтобы успеть за это время подготовить новые больницы, как сейчас строят отделение, открывают, переоборудовать, построить новое оборудование, чтобы подготовиться. Вот для чего? Чтобы растянуть, а не чтобы ее в раз победить. То есть, в раз победить теоретически можно, если точно 100% всех заизолировать, да, на 3 недели, предположим. Полностью вообще. Все. Абсолютно. С идеальными правилами гигиены, жесткими. Это да. Но это невозможно по факту. Поэтому карантин нужен для растягивания. Я вот, знаете, могу сказать по наблюдениям, да, вот когда спрашивают, какие у тебя были симптомы. Вот я вам честно скажу. Во-первых, первая фраза, которая может сказать, ты когда заболеешь, ты поймешь, что ты заболел ни гриппом, ни ОРВИ, ни простыл, ни устал. Ты просто понимаешь, что с тобой что-то произошло такое, что ты никогда доселе не знал. Вот никогда. Я не могу это объяснить. Это совершенно другая симптоматика. Даже когда болят мышцы, они не болят так, как болят при гриппе. То есть, он, знаете, как он бьет по тем местам, если у тебя есть травмы, если у тебя есть артрития, я не знаю, там, проблемы с костями. То есть, туда и до дичайшей поля. Дальше он как-то холодит конечности до такой степени, что они у тебя ледяные. То есть, я одеваю валенки, и я не могу согреться. У горячую ванную нельзя. И у тебя, знаете, как вот, если говорить, что он синтетический, то у тебя как будто тысячи муравьёв бегут. Это странное ощущение, но ни на что не похоже. Я считаю, что вирус, ну, не то, что я считаю, факт заключается в том, что вирусы и вообще биологическое оружие создают разные страны. Безусловно, это факт. Создают всегда, постоянно. А вот то, что он мог вырваться недоделанным, что, возможно, была задача очень глобальная, чтобы, ну, действительно, уничтожить огромное количество населения. И тогда любые меры, любые правительства страны примут, и люди только аплодировать будут. Это психологически понятно. Но, скорее всего, вырвался недоделанным до конца. Поэтому того эффекта, который должен, нет. Но он мутирует, и есть несколько морфов. Да вы нас знаете, сколько болит? Вот у меня мой друг, близкий Марк Гарбер, вот написал в ведомствах прям вот на днях. Мы с ним на связи были с первого дня и прям параллельно болели. Но у него в тяжёлой форме был госпитализирован и лежал под вентиляцией. И у нас таких много. Просто мы достаточно все публичные. И в этой ситуации никто не хочет давать комментарий. И знаете, какая странная вещь? Ты не хочешь комментарий давать не потому, что ты не хочешь делиться, а потому, что обесценилось это всё. То есть у тебя хайпа нет. У тебя хочется выбраться из этого. Ты не знаешь, куда идти. Из-за этого есть паника. И люди болеют тяжело. То есть у нас тяжело болеют. Мои друзья, кто постарше, ребятам в 60-55, они очень тяжело болеют. И такое количество у нас, что когда мне звонят моя какая-то подружка, которая сидит где-то с морковкой у телевизора и спрашивает, ну как ты там, и вообще это правительство хочет мои деньги забрать, но вы знаете, хочется убить её. Потому что начинают кричать, что это всё придумано Путиным. Да, да. А я с другой стороны бригады. И мои друзья с другой стороны бригады. И там вчера у нас товарища увезли, которым под 70, не в коммунарку, а в Лапино. И мы-то знаем эту историю. И я переживаю такие симптомы, которые бы я вообще никому не пожелала. Даже врагу никому нету. Потому что ценности меняются. Абсолютно. Абсолютно. Человек пока чувствует, вот это действительно, он может хорошо себя, он хорохорится, выпендривается. Вот мы наглядные. Вы почитайте ведомости Марка. Почитайте, вот это мой близкий-близкий друг. И мы сейчас с ним это обсуждаем. Он тоже, он доктор, он психолог, он объясняет это с точки зрения, что очень сильная психологическая какая-то идет атака, что влияет на мозговые клетки. Я думаю, что так оно и есть. У меня есть друзья, которые сейчас ходят с температурой 37, и они ходят. Вы не представляете, как это ужасно, потому что я знаю, что они болеют. У меня так же начиналось. И они в вяло текущее вот это состояние хорохорятся, говорят, что они просто устали, еще что-то с перелета. И они же заражают, ходят. Вот то, что в госпитале под Вязьмой, я раньше услышал это раньше всех, тоже от знакомых, но боялся говорить, а то скажут опять хайп, непроверенная информация. Сейчас точно известно, абсолютно точно прилетело. По-моему, из Вьетнама, мы думали, из Испании, но не суть. Кто-то там, значит. И дом престарелых ветеранов заразил. Вот сейчас 30 человек было, а за один день еще 40. Ну и уже один умер. Конечно, умрут почти там, я не знаю, многие. Это и люди, это знали, знали. Это преступники. Это правильно во многих странах вводят меры, так сказать, до 15 лет, а в Китае просто расстреливают. Потому что если ты знал, ты убийца сознательный, причем не одного человека, а многих людей. У меня подруга моя самая близкая, Елена Брусилова, она президент компании Медсель. Слушайте, так я же ее знаю хорошо. Да, моя близкая самая подруга. Обалдеть, может. Одинцово переделали отделение. И вот опять же, там наши близкие, все, кто знал, лыжик был, все там лежат. Меня оттуда, естественно, врача курируют. И Елена как раз сейчас взмыленная, не уставшая, потому что мало того, что близкие, родные люди у нее сейчас обрывают телефон, только еще половина лежит. Ну вот так. Ну я, ну тут понятно. Нет, нет, тут все. То, что вирус есть, это факт. То, что он рукотворный, это почти точно факт. Много на то есть прямых и косвенных доказательств. Плюс к тому, то, что он мутирует и создаются новые морфы очень быстро, причем мутирует в организмах людей, через популяции людей переходя, это тоже факт, что в том числе говорит, скорее всего, о рукотворности. То, что он, скорее всего, все-таки недоделан, потому что по логике вещей, если задача такая была специально выпустить, то эта задача была не пошутить, а реально что-то глобально изменить, а поскольку идет не так глобально, как могло бы быть, даже не как испанка в свое время, сто лет назад, то, конечно, он, скорее всего, правы. Те, кто говорят, хорошие, сильные аналитики говорят, что он просто выпущен был раньше времени по какому-то стечению обстоятельств. Специально, не специально, но раньше, чем нужно было бы для достижения вот этих глобальных каких-то задач. И вот я говорю, что поживем-увидим, мой прогноз вот такой насчет, так сказать, вот, ну я пока не ошибался, то, что вот если вы все серии посмотрите, вы мои прогнозы увидите, они все абсолютно сходятся. То есть, когда на шашлыки выехали дебилы в Подмосковье, я говорил, что через 2-3 недели сразу начнется в Москве и началось. Наблюдение, такой разговор с фишевологией. Сколько он длится, вот если 3 недели, сколько он? А вот тут были прогнозы одни, а теперь другие. Дело в том, что полагали, если бы это был классический вирус, вот к коронавирусам группе относящийся, то, в принципе, вылечил человек и все, он приобретает иммунитет, и дальше уже сейчас вторичные, даже третичные заражения есть. Вот в чем дело. И вот в этом опасность, то, что никто не мог предположить. Но я скажу вам так, я почти уверен, тут дело не только в самом вирусе. Получается, сейчас, если мы уходим, у нас волны же поменьше, вообще не выходить на улицу, потому что снижен иммунитет. Пока не укрепится, пока полностью не пройдут неделю после последних симптомов. Не пройдет неделя после последних, что идеально все, неделю. Это, понимаете, общий принцип логики, он един. Вот как я говорю, что когда, например, даже у человека, я говорю, онкология или что-то, победили полностью, по всем результатам, полностью. И потом минимум два месяца надо принимать. Да принимать. Вот категорически нельзя, как люди расслабляются сразу, все почувствовал себя хорошо, и все понеслось. Вот это вот самая большая ошибка. Ты даже не замечаешь ничего. То есть ты просто температуришь. Пятый, шестой день, у моих друзей был седьмой, восьмой, до десяти дней. И вот этот голос чуть-чуть, знаете, как меняется, ты не замечаешь этого. Вот у нас товарища забрали вчера с Рублевки, у него просто температура была, и уже вот Марк Гарбер, который адрестативный, просто не стоял, что тот поехал в больницу. Он поехал в больницу, котель сделал, весь симптом, у него был в стороне от пневмонии. Белись симптомно, клянусь вам. Ну, это просто кошмар. Посмотрим, что будет. Я прям боюсь, конечно, прогнозировать, но правила гигиены, действительно, изоляция, действительно, вот эти вот укрепления иммунитета, это то, что... И главное... Да, вот это самое главное сейчас. На иммунитет всё, да? Да, однозначно. И противобактериальная, противогрибковая терапия. Вот то, что именно людей добивает, потому что гора... Стоп, это даже вот уже месяц назад, когда я выпустил, я не помню, вторую часть, там уже были исследования, результаты от известных учёных, очень серьёзных учёных. Уже тогда было известно, что были вскрыты, причём результаты из разных стран, люди умершие, вот по причине коронавируса, не умерли от последствий, от заболеваний. Там 50% тканей были грибками поражены, лёгких. Вот проблема, в чём это факт, то есть вот факт. Очень сильно... Знаете, что делать? Смотрите, вот моей дочери взяли три теста, да, первый тест положительный, потом проболели, вот самую вот эту вот серьёзную, 10 дней, вот эти вот такие вот жутчайшие, а потом приходят, они берут, и у нас у дочки три теста отрицательных, и её сразу же Роспотребнадзор объявляет выздоровевшим человеком. Ну, я так понимаю, это для статистики, может быть, да? Да. Ну, понимаете, серьёзный период прошёл, но ребёнок не выздоровел, мы температурим до сих пор. Да, во-первых, наверное, для статистики ещё, чтобы не перегружать, возможно, по инструкции положено, если любые всё-таки это больницы, они не справляются, чтобы не было... Ну, Малышев, он об этом же говорил по Первому каналу, что не надо паниковать, только когда уже будет совсем вот дыхание, да, это показатель к тому, что если нечем дышать, затруднение в дыхании, вот тут вызываете дистырт. А так не надо, мало ли там, это может вы перенесёте, это бессимптомно, это чтобы как раз не перегружать болезнь. Регрузить. Да. Ну, я вот честно вам скажу, я делала дыхание одно, которое такое, как огненный лев, если интересно, могу прислать. И знаете, как у меня было, то есть я сначала, сложный период, я, например, задерживала дыхание только 20 секунд, вообще у меня очень хорошая дыхалка, я плавчиха в детстве была, я могла до двух минут держать дыхание под водой. И вот я начинала с 20 секунд затяжка дыхания, потом полминуты, сейчас уже минуту держу, сейчас уже дотягивает до полторы минут, что-то тяжеловато. Но я каждый день, независимо от своего состояния, со страхами, ну, дышала. Я считаю, что это тоже залог. Однозначно. Я более того, вот просто очень жалею часто, что люди всё-таки ленивые, ну, там времени, всё понятно, он всё равно ленивый. Ведь, да, информационный поток сейчас огромный, на всё время и жизни не хватит. Но мои лекции, они очень важны для аналитических, у кого склад мышления, потому что, вот даже видео, казалось бы, ну, кому это, ну, вот у вас нет гипертонии, ну, и слава богу. Но дело-то не в этом, что нет. Но я там такие вещи, я, как сказать, объясняю биологические процессы простым языком. Это ведь важно для всех людей, потому что я там рассказываю об аппарате Самоздрав. Стоит копейки. А что, для чего он важен? Увеличиваем содержание углекислого газа в крови сразу проходят спазмы. Сразу проходят спазмы всех мышц. Ну, насколько это важно для всех. Вот поэтому дыхательные методики по методу, там, Стрельниковая гимнастика или Бутенко, да, вот эти были, значит, в своё время. И так это всё работает. Почему? Потому что при увеличении содержания углекислого газа до 6-6,5% от общего количества в крови содержания газов мы, происходит деспазмирование всех мышц, а значит, расслабляется мускулатура, разжимаются, расслабляются, открываются, до нужного природы положенного размера просвет сосудов и снижается давление избыточное, высокое. Это как следствие, но не это главное. А тоже содержание кислорода малое, остаточное. Его так же, как при водороде, становится достаточно хватать при низком его содержании кислорода, я имею в виду в тканях. Его становится опять хватать, как при водороде, так при углекислом газе. Вот такой интересный момент. Поэтому вот эта лекция гипертонии, часть 2, она очень ценная. У кого есть, кстати, давление, вот посоветуйте, гипертония, часть 2. Там весь комплекс мер, я рассказываю, врачи это даже не знают сейчас, это позорство, доба. Водородная вода здесь, конечно, крайне важна, вот прям крайне. Если бы вам кто-то подключил бы, вот аквадок, конечно, это аквадок был бы самый лучший вариант, пока нет аквапена, тем более там структуратор. Но если есть обратный осмос, если есть вот этот второй кран на кухне, где под раковиной стоят вот этот бачок, там три, картриджи три, один горизонтально, а три вертикально, то тогда можно просто к нему подходящий шланг подключить в аквадок, и все, он будет работать. Вот. Ну, если кого-то потом можно будет вызвать кого-то все-таки, кто сможет. Сейчас, знаете, у меня вот это вот состояние повышенного риска, я боюсь людей, что они не пришли, не заразились. Вот почему азонаторы важны. Берите обязательно азонаторы. Азонаторы возьмем. Конечно, это ко мне как-то один тоже вот там ученый, ну, который, он говорит, вот в 80-х годах вот 500 миллиграмм, 600, как вот этот маленький наш прибор вырабатывает. В 80-х годах это был стол размером 2 метра на метр на метр, чтобы вырабатывать такой объем азона. Вот что хорошо, это научно-технический прогресс. Плохо, что знания уменьшаются, академических знаний почти нет. Вот это беда. Скоро будут действовать, как задорно, белый специалист будет по левому уху и по правому. Организм никто знать не будет. Вот беда в чем. Скажите, а можно, когда у вас на таможне придут у тебя препараты нам зарезервировать? Да, вы знаете как, вы если зайдете на сайт наш надгар.ру увидите вот этот прибор Аквапен персональный генератор и там можно нажать резерв типа того, все, и вам потом придет уведомление автоматически, что он пришел. А их вот на добро это каждому. Дорогие друзья, что я хочу сказать в завершении. Во-первых, скоро будут новые видео очень интересные на эту тему, очень ценные и важные информации. Дальше. Помните, что вы можете быть носителями, даже если вы бессимптомны, то есть если у вас нет никаких проявлений, много, до 80% людей могут быть просто носителями без симптомов, имейте это ввиду. Вот почему важны карантинные меры, самоизоляции меры сейчас, чтобы другие люди, кто более ослаблен, у кого слабее иммунитет, у кого есть хронические болезни, не могли по вашей вине погибнуть. Понимаете, какая штука? Вот это важно. Я надеюсь, что это видео было вам очень полезным, что вы, что называется, намотаете на ус. Ну и давайте, конечно, делиться информацией. Пишите под видео свои комментарии, свои темы, истории. И вот буквально недавно моя жена показала мне, что в Телеграме по одному каналу написала женщина, которая живет в Англии, в Лондоне, про ту ситуацию, что там происходит. Она это знает изнутри. Я очень эту важную информацию вам расскажу, и мы ее обсудим с вами. Давайте договоримся, и следующее видео будет про это, про коронавирус, мое видео. Смотрите его обязательно в понедельник. Все, всего хорошего. Желаю вам крепкого здоровья, но для этого давайте беречь себя и друг друга. До новых встреч, до свидания.